Всем привет! Друзья, сегодня по многочисленным просьбам я приготовлю яркий, свежий, легкий и очень вкусный праздничный салат, который называется Мадмуазель. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком салате. Не забываем ставить лайки и подписаться на канал. Ну что ж, начнем готовить! Для салата можете использовать абсолютно любую зелень. Я использую рукколу, шпинат. Зелень я хорошенько помыла и обсушила на бумажных полотенцах от лишней влаги. Зелень я выложила на блюдо, на котором я буду подавать салат. Сейчас займусь грейпфрутом. У грейпфрута нужно удалить вот эту вот белую пленочку и нарезаю его на небольшие кусочки. Пленочка очень легко удаляется. Вот так вот разрезаете и посмотрите, как это легко делается. Эта пленочка она очень горчит, поэтому лучше ее удалить. Если немножко останется, ничего страшного, на вкус это не повлияет. Вот так вот дольку я очистила. И теперь смотрите, вот такие вот небольшие кусочки и выкладываю вот так вот сразу на зелень. Сыр фета нарезаю на небольшие кусочки и выкладываю сверху на салат. На салат выкладываю очищенные вареные креветки. Салат немного посолю и приготовлю вкуснейшую заправку. Для этого к меду я добавляю лимонный сок, оливковое масло, горчицу в зернах и все хорошо перемешиваю. Приготовленной заправкой поливаю салат. Салат мадмуазель готов! Друзья, ну вы только посмотрите, какой нежный получился салатик. Он свежий, сочный, легкий и невероятно вкусный. Такой салат на сытный праздничный новогодний стол то, что надо. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления салата и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем желаю приятного аппетита! Всем пока и до новых встреч!